провели. Во-вторых, можно было усилить карт. Отмечу, что и Хабиб ранее также говорил, что есть над чем работать и в какую сторону расти. Он даже получил ответ от вице-президента UFC Дэвида Шоу, который не согласился с ним и который в целом доволен всем тем, что происходит на российском рынке UFC. Вообще, само появление UFC у нас это уже большой прорыв. Ну а то, что есть куда расти, к чему стремиться, это правда. Пишите, что думаете, согласны с Абдулманапом Нурмагомедовым. После своей победы Махачев в интервью признался, что ему не особо нравится Кевин Ли. Мне думается, что этот парень мало кому вообще нравится, да и вряд ли вы от кого-то слышали, чтоб Ли кто-то хвалил. Кевин Ли, не выношу его, говорит Махачев. Преследовать его в категории до 77 килограммов? Не знаю, пока не думал об этом, заявляет Махачев. Кстати, Зубайрат Ухугов вслед за Хабибом также поздравил своего друга с победой. Уже по привычке сделал он это у себя в инстаграме. Друг, ты знаешь, как я рад за тебя. Радость твоей победы невозможно описать. Скажу просто поздравляю тебя, брат. Написал Зубайрат. И переходим к следующей новости. Подтверждение слов Махачева, что Кевин Ли многим не нравится, и Квинта тоже решил высказаться. Если коротко, то он уверен, что Кевину не хватает боевого духа. Он никогда не станет лучше, ведь для того, чтобы развиваться, нужно уметь признавать, что ты допускал ошибки. А он сейчас обвиняет своих тренеров, обвиняет судей, обвиняет всех, кроме себя самого, заявляет и Квинта. С ним уже все ясно. Как только он сталкивается с какой-либо трудностью, он сдается. У него просто нет боевого духа. Он выглядит хорошо, когда все идет по его плану. Но как только возникает небольшая трудность, он сразу опускает руки, заявляет и Квинта. Согласен с Элом, кстати, вот именно эти моменты показательны. Когда знаешь, как действовать, в случае, когда все идет не по сценарию, когда есть план Б, В и еще несколько. Согласны? Да или нет? Вернемся к Абдулманапу Нурмагомедову. Он видит в Махачеве большой потенциал, настолько большой, чтобы стать чемпионом. Я думаю, следующим чемпионом будет Махачев. Это мое личное мнение. Также хорошо идут Магомед Шарипов, Петр Ян, Магомед Анкалаев, сильный боец. Вот у этих ребят серьезный потенциал. Согласны, друзья, с Абдулманапом? А если так, как думаете, кто первый из этих парней подерется за титул? Вот это вопрос. Лично мое мнение, что большие шансы у Магомед Шарипова. Он давно полюбился болельщикам на Западе, его хвалят за зрелищность и ни для кого не секрет, что именно таким парням дают там титульные шансы. Напишите свое мнение, давайте обсудим в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравился выпуск. Проверьте, нажат ли у вас колокольчик, чтобы получать уведомления о новых моих видео на свой смартфон и до скорого!